Всем привет дорогие друзья, с вами Аришник и большое вам спасибо, что вы тыкнули на этот ролик. Как вы помните, в прошлой серии мы вместе с вами нашли дневник ученого, который нашел зелье, с помощью которого он нашел способ приручить сиренеголового. И в общем, ребят, я позвонил Вильяму Бруно вот по токенному телефону, все ему это рассказал и сегодня мы с вами постараемся отыскать ученого, найти формулу. В общем, ролик будет очень интересный, поэтому прямо сейчас авансом влепи лайк, заваривай чаеку и погнали. Вот, ребята, так, Бруно должен прийти... Артем, Артем, Артем! Да, 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 что, что? Открой! Да стой ты, не ломай ты дверь, а я новую поставил, видишь под цвет дома. Ну я вижу, стиль придерживаешь, слушай, это, ты так меня поздно выдернул с кровати, я уже спать собирался, а ты меня позвал, там что-то срочное. Бруно, я знаю, что у тебя есть режим, но это дело не терпит отлагательств. Я нашел дневник, я тебе уже по телефону говорил, да? Вот, и мы должны с тобой найти дом этого ученого, чтобы у него там по-любому остались еще какие-то записи, зелья. И мы должны раскрыть это дело, чтобы наконец-таки приручить сиренеголового. Понимаешь ты меня или нет? Эх, ну ладно, ладно, для приключений всегда есть время. Давай только вот, зрители, поздороваемся вот. И всем привет, ребята, меня зовут Вильям Бруно, и сегодня будет невероятнейшее приключение. И все только благодаря вам, потому что вы огромные молодцы, вы так много лайков ставите под наши приключения с Артемом, что мы не будем останавливаться, пока вы лайкаете наши видосы. Все, давай, пойдем, я знаю, куда мы с тобой должны отправиться, нам нужно пройти через вот этот вот огромный лес. Сейчас ночь, так что будь максимально аккуратен, окей? А, ну, ладно, а слушай, у тебя нет факелов, типа? Слушай, сейчас до дома сбегаю и возьму. Так, вот, 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 Бруно, 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 вот, держи факел один, все, пойдем. Ну, с факелом так-то поспокойней будь, через такой темный лес, ребята, идти. А ты знаешь вообще дорогу? Слушай, примерно знаю, тут, к сожалению, лес такой противный, вот, очень много зарослей. Но сейчас мы с тобой обязательно доберемся до жилища этого ученого. Вот, если что, у меня все в голове есть, вся карта, пойдем. Так, вот, 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 Бруно, смотри, тут целая деревня на самом деле, но в этой деревне тоже никого нет. А вон дом этого ученого, видишь, какой он заросший. Ё-моё, мы пока бродили по этому лесу, уже рассвет настал. Вон, получается, так долго здесь, неужели, что он весь кустами оброс? Слушай, у меня, кстати, есть идея, давай его сейчас по-быстренькому очистим, чтобы когда пришел этот ученый, он увидел, что мы хорошие и за его домом ухаживали, понял? Слушай, мне вообще кажется, что этот ученый просто позер, и он вот это все наделал, вот эти декорации, просто чтобы потом экскурсии сюда водить и деньги зарабатывать на своих вот этих историях. Мне вообще кажется, все это фейк. Я читал дневник этого ученого, и там, ну, я могу тебе сказать, что это максимально некоммерческий человек. То есть он все делал ради науки, и вряд ли бы он, ну, ой, стеклышко разбил, свой дом бы так бы запустил. Сам прикинь, он явно здесь давно не появлялся, ну вот сколько это все должно было зарастать, понимаешь? Думаешь, он реально пропал? По крайней мере, дневник очень резко оборвался. Так, Бруно, давай с тобой зайдем в дом, может быть, мы там найдем какие-то записи и поймем, куда пропал этот ученый. Давай, заходи. Слушай, смотри, тут вообще все в паутине, видишь как, а? Ага, тут даже что-то обвалилось, тут какие-то вот доски лежат, но беспорядок полный. Слушай, тут прям как на какой-то типичной заброшке, все завалено, потолок провис. Слушай, жутко на самом деле, тут может быть вообще всякое разное, вот. Мы с тобой постоянно какие-то моменты не замечаем. Слушай, давай вообще осмотримся в этой деревне, может тут что-то есть интересное, может кто-то остался вообще из жителей и расскажет, куда пропал этот ученый. Ну, давай, давай, иди, иди, давай, я за тобой. Да, так, давай, вот тут домик какой-то, только он прям разрушенный весь. Вообще тут такое ощущение, что это вся деревня прям заброшенной очень давно. Смотри, колодец есть. Это ж можно снять ролик, кто последний с колодца вылезет, понял, да, смотри. Так у меня и есть уже такое в планах. Ты на летсплей канале или на основном будешь? На основной, но могу и на летсплей, если интересно. Ребята, если вы хотите, чтобы мы на летсплее канал снимали какие-то ролики, ну, так сказать, которые снимаем на основной, то обязательно напишите об этом в комментариях. И прямо сейчас, напоминаю, если вы спуститесь под ролик, а вы спустились, чтобы написать коммент, то если у вас кнопочка красная горит, то обязательно, ой, опа, и серой ее сделайте, вот, это поможет продвижению канала. Может, что-то осталось здесь, вот смотри, сколько здесь книг. Бруно, смотри, тут кровь. Ага. Слушай, это на самом деле очень жуткая фигня, потому что почему в доме этого ученого кровь? Может быть, его вообще похитили, либо схватили? Слушай, я просто тут заметил, тут какой-то люк есть. И смотри, его можно крутить, видишь? Ты слышишь? Слышишь, что-то поворачивается какой-то механизм. Я только что что-то повернул. Артем, я не знаю, заметил ты или нет, но похоже, мы с пацанами в общаге делали такие тайники. Смотри, тут под книжной полкой есть небольшое ущелье, и там наверняка что-то есть. Там рычаг. Так. Опа. Ты слышал? Слушай, что-то очень огромное открылось, и, по-моему, этот звук был за домом. Давай побежали скорее смотреть. Смотри, тут какой-то подвал. Понял. Его же не было раньше, видимо. Это секретный бункер этого ученого. Может, он там сейчас находится? Ребята, прямо сейчас нажмите на красную кнопочку, сделайте ее серой, чтобы у нас храбрость прибавилась. Вот здесь вот есть индикатор нашей храбрости, и сейчас ее не очень много. Но если вы красную кнопочку в серую превратите, то у нас храбрость до потолка поднимется, и мы обязательно залезем в этот бункер. Бруно, попроси зрителя. Не, ну тут, так сказать, только за вами вообще все. Давайте. Так, смотри, там оп-оп-оп. По этой шкала, шкала храбрости поднимается. Во, во, смотри уже. Да-да-да, я вижу, вижу, вижу. О, пошло. Поп-поп-поп-поп. Вау. Слушай, я вообще сейчас храбрость чувствую прям. Слушай, я готов даже не по лестнице, а прям так прыгать. Давай. Пум. Нифига, нифига, нифига. Артем, 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 это же, это же секретная лаборатория ученого. Да я вижу, вижу, смотри, тут какие скляночки, не скляночки. Всякое, только такое в химии училки. Вот там вот, помнишь, у училки химии всегда вот была такая берлога, куда они чай ходили пить с другими училками. Вот там такие шоколпочки были. Ага, мне кажется, они там схемичили только так. Ладно, смотри, тут еще заклинания, только на древнегреческом не понимаю. Смотри, тут какая-то фигурка, вот, смотри, мишку терпит. О, это же какой-то, это, это Джефф, это Джефф-убийца. О, не, 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 Джефф, а этот, как его? Джейсон, Джейсон, это, смотри, он даже медведя в руках где... Капец, капец. Ммм, слушай, вдруг этот ученый что-то действительно скрывает очень ужасное. Слушай, судя по тому, что здесь даже пузырьки замирают в воздухе, по-любому что-то скрывает. Тут какие-то записи. Слушай, да, книжки, давай-ка возьмем с тобой, смотри, они пронумерованы. Первая записка, вот смотри, вот эта. Ага, так, давай, читай. Сегодня ночью я услышал сирену узнать, что это и где это было. Это же про сирену голову, она тебе в инвентарь упала, вторая записка. Пригласить попа для благословения в новом опыте. Давай дальше, к третьей сразу. Я начал сходить сама, я слышу странные сирены, голоса мертвых в лесу. Четвертая записка, давай посмотрим четвертую записку. Пропал человек. В лесу жители говорят, что видели существо высокого роста. Узнать подробнее об этом. Это наработки просили Неголового. И, слушай, и пятого дня нема. Смотри, тут тоже какая-то лаборатория, только как... Нифига ты гений, ты реально... Ой, сори, 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 сори за удар. Ты реально умный. Ну, слушай, я, да, я ходил в кружок, в кружок ходил. Смотри, нажимаем кнопочку и пролетаем. О, это же... Артем, это операционная. Офигеть. Артем, это же вот так вот лежали. Ты слышишь звук, ты слышишь звук? Слезай нафиг, слезай нафиг. Смотри, шприц какой. Уже поздно и нужно где-то переночевать. Я очень устал, но возвращаться к тебе домой уже поздно. Давай переночуем в доме этого ученого. Так что, Бруно, может быть, смотри, там еще какая-то комната. Или завтра уже ее посмотрим. Ну, ладно, давай, давай осмотримся и сразу вернемся, да? Да, 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 да. И пойдем спать, потому что поздно уже, надо ложиться спать. Давай я тут на стреме постою, а ты там осмотрись. Если что-то интересное, то ты меня сразу зови. Так, ну тут факел, вот эта лампа, комната какая-то. Ну, стремно и заходить туда неохота. Бруно, подойди к этому шкафчику. Секретная запись номер 6, Артем. Ну-ка дай, 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 посмотри, дай посниму. Нифига себе диск какой. Слушай, если есть диск этого ученого, значит, наверняка есть место, где можно его посмотреть. Давай по-любому возвращаться в дом, там по-любому что-то есть. Ну, типа, может, какой-то магнитофон там есть. Да, Бруно, ты гений, давай вернемся в дом и там что-то посмотрим, ставим этот диск. По-любому у него было какое-то устройство. Где тут магнитофон? Может быть, в сундуке, слушай, а? Зелеварка, книжек много. А куда его вставлять-то? Видеокамера тут есть, ты что, Артем? О, нифига, нифига, нифига. Кассета очень старого образца, как раз для вот такой большой камеры. Что, вошло? Да, 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 сейчас нажму на play. Так, смотри, он зашел. Это я реально ученый, он существует, и он что-то хочет сделать со Стивом. Так, он подошел к столу с инструментами, Бруно, смотри, и в шкафу там копается, какие-то зелья берет. Так, что он хочет с ним сделать? О, какое-то зелье разбил. Нет, нет, смотри, Артем, Артем, он сделал из Стива херабрина. Капец, он из Стива сделал херабрина. Я не могу в это поверить просто, Артем. Так, Бруно, куда они пошли? Включи следующую запись. Этот ученый зашел, видимо. То место, где мы еще не были. Там какая-то клетка, в которую он теперь держит херабрина. Блин, это капец, это капец, Бруно, ты видишь, что он с ним сделал? И тут еще другие скелеты. Он, видимо, проводит опыты над людьми. Мне кажется, нужно по-любому проверить эту лабораторию и его, посмотреть, как там этот херабрин. Надо, надо, давай, побежали туда. Бруно, ты это, ты видел эту запись? Этот ученый был плохим, кажется, он над Стивом опыты вставил. Стив был мертвый, он его в херабрина превратил, чтобы тот ему служил, понял? Реально, он же, он же так целую армию зомбей может сделать и фиг знает, что он задумает этот злой ученый. Слушай, ну, ты вдруг уже херабрин как-то за нами следил, а? Как, почему это? Ну, я не знаю, мне, я вот на протяжении ролика чувствовал, что за нами кто-то наблюдает. Ты же сам видел, что херабрин сидит в клетке. И, скорее всего, эта клетка находится в том подвале, который мы не до конца обследовали. Давай сейчас ложимся спать, а утром посмотрим, что там с херабрином. Так, ну, ладно, давай, давай, все, ложимся спать. Так, все, утром разберемся. Так, сейчас я камеры заберу, чтобы никто не украл их. Бруно, 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 Бруно. Вставай, вставай, вставай. Что это за звук был, Артем? Ты где мясо раздобыл? У меня был стак мяса все это время, надо? А, давай, давай, давай. Я думал, это кто-то тебя в руку подсунул. Может, этого херабрина вообще зажарили? Я вообще, я же из деревни, у меня всегда мясо есть. Ты слышал, что кто-то нам окно разбил, смотри. Реально, тут окно было. Ребята, было или не было? Ну, было же вроде. Не, я слышал, я проснулся от такого звонкого звука разбитого окна. И кто-то, ты понимаешь, что мы спим ночью, нам кто-то стекла бьет. Пойдем посмотрим. Так, сейчас, давай, давай, осмотримся. Пещера закрыта, в пещеру никто не проник. Вокруг тоже никого нет. Слушай, я забираю факел, открываю подвал. Мне кажется, нужно довести дело до конца. Здесь реально не до сна, не до сна. Вообще, спать нельзя сейчас. Я не знаю, может быть, все-таки доспим. И с утра, с утреца уже пойдем в этот бункер. Какой сон, Артем, там такое происходит. Ты реально хочешь спать вместе, где разбивают окна, пока ты спишь? Ты сумасшедший, видимо. Я иду в подвал. Ну, а вдруг там до сих пор этот херабрин там в клетке, над которым опыты ставили и превратили его в херабрина. Он был Стивом. Ты заметил, тут кровь везде на полу. Все, мне казалось, это плитки такие, нет? Не-не-не, это в комьюнити Майнкрафте договорились, что это кровь. Капец, капец. Так, Артем, мы же еще, мы же не были здесь. Так не были, он тут опыты ставил, понимаешь? Здесь херабрин должен быть. Артем! А? А? Артем, тут нет херабрина. Получается, он что, сбежал? Так, сейчас, тут открыт телеграмм этого ученого. Так, что он, блин, он на турецком общается, ничего не понятно. Блин, да что теперь делать-то, а? Там еще, смотри, это, видимо, старые его подопытные, с которыми что-то плохое произошло. Они здесь остались. А здесь, вот прям в этой клетке, помнишь на видео, прям вот в этой клетке был херабрин, а теперь его нет? И тут только следы крови. Тут еще какие-то ракеты нарисованы. Смотри, смотри, тут написано, что это аптечка Аида. Тут что, Аид был? М-м-м, не знаю. Возможно, он в чем-то замешан, но пока что все подозрения именно на ученого. Но самое ужасное, что херабрин пропал. Слушай, я, кажется, понял. Что? Возможно, даже ученый тут не виноват. Возможно, этот херабрин сошел с ума и был неконтролируемый. Он что-то сделал с этим ученым и выбрался отсюда и сбежал. Так ученый ставил опыты над людьми. Он раньше был Стивом, он взял тело Стива и в херабрина его превратил. Ты шутишь, что ли? Что он добрый был, он был злой. Артем, смотри, смотри, это книга, книга Сиренегуловый существует. А ну, читай ее, читай, Артем. Сиренегуловый существует. Вот, SCP, это был осенний день, впервые я заметил его в лесу. Он выделялся среди деревьев, был похож на фонарный столб. Это же, кажется, оригинал того дневника, про который я тебе говорил. Понял? Смотри сам. Это тот самый дневник, только оригинал, а не запись. 17 страниц, с ума сойти. Ребята, вы можете сами все это прочитать. Вот, я все промотал. Ребят, если что, под роликом есть ссылочка в описании на ролик про этот дневник. Я уже снимал про этот ролик дневник, это капец. Это капец, реально. Артем, здесь есть формула. Да ты гонишь, гонишь. Да не, 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 смотри, на последней странице там формула есть. Слушай, я считаю, что эту надо замазать. В оригинале она отличается. Копией дневника совсем другая формула была. Здесь настоящая, понял? Я понял, я понял, Артем. Слушай, есть очень важный момент. Нужно держать в голове то, что херобрин сбежал и, судя по следам крови, он вышел наружу. И, скорее всего, все эти проделки с разбитым стеклом и все это херобрин. Давай, там рассвет уже. Артем, Артем, давай, вылазим, вылазим, вылазь. Так, давай руку. Давай, 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 давай. Руку, руку, руку. О, фу, вылез. Знаешь что? Давай какой план сделаем? Смотри, у меня есть план гениальный, понял? Смотри, знаешь, что сделаем? Ляжем спать ночью. Вот, дождемся сейчас ночи, ляжем спать. Возьмем с собой камеры. Камеры, значит, поставим, ну, либо тут, либо здесь, ну, понял, да? Чтобы записать, кто к нашему дому подходит и окна разбивает, понял? А это не рискованно ночевать опять в этом доме? Так мы, типа, сделаем вид, что легли спать. На самом деле, установим камеры и вот туда спрячемся. Вот я видел, там холмик есть, смотри. Вот туда спрячемся и будем наблюдать. И у нас еще видеодоказательства будут, что мы не сумасшедшие и не ужасно плохо, понял? Нифига ты придумал, Артем. Да, так залезай, залезай. Короче, все, давай, Бруно, дожидаемся ночи и воплощаем свой план. Да! Артем, ну что ты там засел? Уже вечер. Да я в засаде сижу, давай, расставляй камеру, я снимаю. Давай, 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 сейчас. Вот одну здесь поставлю, короче, да? Одну внутри поставлю на всякий случай. И давай сейчас сделаем вид, вдруг он как-то подслушивает нас. Сделаем вид, что спать ложимся. Так, захожу. Ааа, Бруно, что-то я устал так. Давай, может быть, спать ляжем и будем спать. Я тоже, вот я ложусь в кровать, короче, и накрываюсь одеялом. Ну все, давай, спокойной ночи, Бруно. Я и тебе спокойной ночи, Артем. Думаешь, он поверил, не запалил? Слушай, если мы не сошли с ума и за нами реально кто-то следит, то наш план реально должен сработать по-любому, 100%, без вариантов. Шепотом говори, шепотом, шепотом. Ладно, слушай, как думаешь, сколько ждать придется? Не знаю, в засаде нужно долго сидеть. Ах, ладно. Артем, 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 Артем. Идет, 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 чуть-чуть у него в руках. У него зажигалка в руках, Артем. Зажигалка? Да. Он хочет нас заживо поджечь, чтобы мы сгорели в этом доме, получается. Артем, хорошо, что мы там не остались ночевать, ты гений. Ты тупо нам жизни спас, реально. Бруно, бери топор, сейчас мы его должны вломить как следует. Давай в атаку. Слушай, у него тоже там топор есть, но нас двое, поэтому... Ладно. Эй, Херобрин, мы здесь, мы тебя обманули. Эй, Херобрин, стой. Ты думал, мы спим, да? Ты думал, мы спим? Ты злой Херобрин. Херобрин, Херобрин, тебе некуда бежать. Ты окружен, все, 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 стой. Сейчас, наручники, наручники, веревкой его связывай, веревкой. Заматываю его, сейчас, сейчас, сейчас. Во. Так, мы его смотали, вот. Так, сейчас, сейчас, давай, наручники. Все, надевай, 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 надевай. Сейчас, во, все, положил на него. Вот, не трогайте меня, пишет, не трогайте меня. Давай, потуши, потуши. Ты давай пока следи за этим Херобрином. Сейчас, вот, потушу костер это. Тушим, 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 чтобы дом не сгорел. Дом не сгорел, чтобы. А то мало ли что, Херобрин так-то сильнее человека. Давай, знаешь что? Отведем его в ту клетку, да? Давай прямо здесь и сейчас снимем с него маску. Так, снимаю. Снял маску. Ты это видишь? Это невозможно. Ребята, мы не можем это показать. Так что 10 тысяч лайков, и вы узнаете, кто был под маской Херобрина. А пока что тыкай вот сюда. Ребята, тыкайте на этот ролик срочно. 10 тысяч лайков и продолжение. А пока что тыкай на вот этот видосик. И кайфуй бы, он реально классный. Всем пока.